Продолжаем вязать базовый топ на Малочкином канале. Осталось нам совсем немного. В этом видео уроке будем вязать горловину спинки и горловину полочки. Сначала как наметить точки начала и окончания горловины. Посчитайте все свои столбики, которые приходятся на вашу верхнюю часть. На горловину я предлагаю 18-19 см оставить. В моем случае я оставила 46 столбиков на саму ширину горловины. Из общего количества столбиков вычитаем то, которое приходится на горловину. Остается в моем случае 38 столбиков. Делим пополам по 19 столбиков на каждое плечико. Сделайте такой расчет под себя. Итак, у меня по 19 столбиков у вас свое число. Отсчитываем от края и отмечаем последний столбик. В моем случае 19-й. С этой стороны и на спинке тоже самое. Сейчас будем вязать сначала спинку. Итак, вот это спинка. Здесь я закончила предыдущий ряд. В спинке нам нужно провязать всего два рядочка. Как всегда, три воздушных в начале ряда. Повернули вязание. И начинаем, как обычно, с этой же петельки вязать наши высокие столбики. Провязываем все столбики вплоть до отмеченного маркера. В моем случае 19 столбиков. Последний, 19-й столбик свой вяжу над маркером. Дальше делаем накид. В следующую петельку вкалываем, вытаскиваем ниточку. Провязываем только две петельки. Две остаются. Накид. В следующую петельку, все за заднюю полупетлю, вкалываем, вытаскиваем. Без накида в следующую вкалываем, вытаскиваем. Без накида в следующую вкалываем, вытаскиваем. Шесть петелек на крючке. Попарно закрываем. Две. Две. Третий раз две. Четвертый и пятый. Сейчас мы находимся над столбиком, который следует за маркированным столбиком. Поворачиваем вязание. Делаем соединительный столбик над маркированным. Делаем две воздушные. Соединительный столбик заменил первую воздушную, так бы было три. И начинаем вязать наши обычные опять столбики, начиная с этого же, куда сделали соединительный столбик. И до конца ряда. В моем случае это 19 столбиков. То есть здесь должно быть уже ваше количество столбиков, которое вы наметили на плечика. Вот, провязала все свои 19 столбиков. Ниточку можно обрезать, оставив для пришивания плечика и вытащить. Сейчас будем вязать то же самое, но с другой стороны. Берем ниточку, делаем начальную петлю. Смотрим, чтобы этот ряд был изнаночной стороной к нам, предыдущей. Отсчитываем от маркированного столбика. Раз, два, три, четыре. К четвертому столбику за обе полупетли прикрепляемся. Вытягиваем туда вот эту сделанную петельку. Над следующим столбиком за заднюю полупетлю вяжем столбик без накида. Над следующим столбиком за заднюю вяжем полустолбик с накидом. Над следующим за заднюю вяжем столбик с накидом. уже следующие маркированные это обычный высокий столбик на ножке можно чтобы не запутаться новичкам перенести сюда маркер это крайний столбик плечика со следующего столбика как обычно за заднюю полупетлю вяжем наши высокие столбики до конца ряда осталось мне 17 всего 19 довязываю последний столбик ряда как всегда три воздушные и поворачиваем вязание и теперь с первой петельки вяжем высокие столбики в моем случае 19 столбиков от начала ряда до маркированного столбика последний столбик над маркированным получится последний столбик довязала обрезаем ниточку и вытягиваем плечики спинки сделаны приступаем к плечикам полочки и так горловина полочки на полочке точно также с края 3 воздушных подъема и с первой петельки как всегда вяжем наши высокие столбики довязываем их до маркированного также как и на плечиках спинки и так довязала все столбики до маркера в моем случае 19 штук и еще после этого провязываем еще три таких же столбика 1 2 3 а дальше идем на понижение за заднюю все полупетлю незаконченный столбик с накидом дальше накид вкалываем вытаскиваем не провязываем дальше без накида вкалываем вытаскиваем без накида вкалываем вытаскиваем 6 петель на крючке так мы уже делали и попарно закрываем их 2 3 4 5 это мы сейчас после маркированного над четвертым столбиком оказались поворачиваем вязание со следующего столбика начинаем вязать на повышение за заднюю полупетлю столбик без накида потом полустолбик с накидом потом столбик с накидом и следующий столбик уже маркированный вяжем его уже высоким на ножке и перенесем маркер чтобы не запутаться это крайний столбик плечка остальные столбики все провязываем как обычно на ножке моем случае вместе с маркированным будет 19 столбиков довязала до конца 3 воздушные подъема поворачиваем вязание провязали два ряда со скосом на полочке и теперь осталось еще провязать три ряда всего у нас 5 на плечико уходит эти три ряда будут от края до маркера обратно и опять до маркера все свои петельки плечика просто провязывайте от начала до конца на протяжении трех рядов вот я довязала свои три рядочка всего 5 оборвала ниточку здесь можно покороче оставить приступаем ко второму плечку делаем начальную петельку отсчитываем от маркера раз два три 4 5 6 7 присоединяемся смотрим чтобы этот ряд был изнаночной стороной к нам предыдущий и так вытягиваем петельку теперь начинаем вязать за заднюю полупетлю со следующей петельки столбик без накида следующую полустолбик с накидом следующую столбик с накидом остается 3 петельки до маркера провязываем все столбиками на ножки нашими обычными 1 2 3 и дальше над маркированным столбиком тоже на ножки и все столбики до конца можем маркер перенести сюда чтоб точно не потерять этот столбик довязываем ряд до конца довязала ряд до конца потом опять три воздушные поворачиваем вязание и вяжем второй ряд со столбиками скосом с первого столбика начинаем вязать и провязываем все столбики до маркера моем случае всего 19 штук последний столбик над маркером провязываю дальше идем на понижение следующий столбик вяжем незаконченный столбик с накидом дальше накид все за заднюю полупетлю вкалываем вытаскиваем без накида вкалываем вытаскиваем без накида вкалываем вытаскиваем 6 петель на крючке провязываем их попарно 2 2 3 1 2 4 и 5 оказались над столбиком слева от маркера поворачиваем вязание делаем соединительный столбик над маркированным делаем две воздушные и туда же первый столбик ряда и дальше провязываем все уже столбики в моем случае всего будет 19 столбиков два ряда со скосом провязали остается провязать три ряда просто по прямой так же как и на этом плечике оборвем ниточку и вытащим но все связали горловину полочки горловину спинки теперь нужно соединить плечевые швы соединяю я по лицевой стороне поэтому выберите сторону переверните чтобы лицевая была сверху и и иголочку вдеваем уголочек подцепляем и на второй стороне и начинаем шить таким образом в первый столбик вкалываем из второго столбика игла выходит на этой стороне тоже в первый столбик вкалываем со второго выходит теперь во второй откуда выходила игла вкалываем из третьего выходит во второй вкалываем из третьего выходит и так всю дорогу откуда выходила вкалываем со следующего выходит откуда выходила игла входит со следующей петли выходит и так соединяем весь плечевой шов шовчик у нас уйдет на изнаночную сторону так соединяем одно плечо закрепляем ниточку в конце и второе плечо останется нам обвязать проймы низок если нужно будет удлиним низок и свяжем воротник хомут осталось два коротких видео урока спасибо за внимание оставайтесь мамочкиным каналом пока